У черешни скручиваются листья. Черешня, птичья вишня, хорошо растет в южных регионах России. Появление зимостойких сортов позволило выращивать ягоду в сложных климатических условиях средней полосы. Адаптация растения должна сопровождаться правильным уходом и профилактикой заболеваний. Одними из наиболее частых проблем с черешней являются скручивание, пожелтение и опадание листьев. Причины скручивания листьев Черешня – популярная, но довольно сложная для выращивания растения. Ее сезон довольно краток, с последних дней мая по июль. Но богатый урожай сочных ягод стоит приложенных усилий по выращиванию черешни. Иногда садовод замечает, что на черешне стали желтеть и вянуть листья. Факторов возникновения проблемы довольно много. В первую очередь, следует обратить внимание на ошибки агротехники, неправильную обрезку, ошибки полива, дефицит питания, кислую или щелочную среду почвы. Скручивание листьев у черешни Черешня, выращиваемая в сложных климатических условиях, обладает более слабым иммунитетом к заболеваниям и вредителям. Причинами того, что у черешни скручиваются листья, могут быть вирусная инфекция, мозаичная болезнь, а также ряд грибковых заболеваний. Как комикос, манилиоз, серая гниль, паршак листья, роспориоз, дырчатая пятнистость, мучнистая роса, курчавость черешни. На черешне закручиваются листья, что это? Еще одной из серьезных причин деформации листьев является нападение насекомых-вредителей, черной тли паутинного клеща, листоверки. Меры борьбы Как комикос Как комикос характеризуется появлением небольших коричнево-красноватых пятен на листьях. Со временем пятна увеличиваются уже к середине лета черешни сбрасывать листву. Дерево погибает из-за отсутствия фотосинтеза. Необходимо сжигать зараженные грибком части растения и перекапывать грунт вокруг ствола. До начала цветения применяют обработку раствором медного купороса и воды 300 грамм. 10 литров Можно орошать птичью вишню препаратом «Харус», разведенным в воде, 2 грамма. 10 литров Как комикос плодовых деревьев Манилиоз Если у черешни скручиваются листья, нужно осмотреть растения на предметы заражения манилиозом. При этом заболевание быстро усыхает. Цветки плоды покрываются серыми наростами и загнивают. В августе наблюдается комедия течения. Чтобы не потерять весь урожай и само дерево, нужно ликвидировать зараженные ветки плоды. Осенью следует белить штамбы. Весной перед цветением грунт орошают раствором 100 грамм. Меди на ведро воды. По окончанию цветения растения обрабатывают 100 грамм. Препараток оттан, разведенного в 10 литров воды. Парша Парша возникает во время цветения черешни. Первые симптомы появляются в мае. Листы ягода покрываются буроватыми питнами с налетом грибных спор. Край листовой пластины усыхает. Незрелая ягода сморщивается, замедляет развитие. Листочек может скрутиться в трубочку, затем раскрошится. До распускания почек проводят опрыскивание грунта и плодовых деревьев нитрофеном. После распускания почек опрыскивают бордовской жидкостью 1%. Через 20 дней процедуру повторяют. После сбора урожая делают третье опрыскивание. Хорошо помогает избавиться от грибка раствор 40 грамм. Хлорокис и меди в 10 литров воды. Можно использовать препараты Купрозан, Фталан, Каптан. Парша клести, Роспориус. Заражение клести, Роспориусом или дырчатой пятнистостью проявляется в образовании на листьях коричневатых пятен с красной каймой по краям. Через 14 дней на их месте появляются дыры. Пораженные листья засыхают и опадают. Зараженные части растения ликвидируют, проводят опрыскивание раствором из одного пакетика хоруса 2 грамма и 10 литров воды. Мучнистая Роса Мучнистая Роса представляет собой грибковое заболевание, поражающее молодые саженцы. Основной признак – мучнистый налет белого или сероватого цвета на побегах и листьях. От мучнистой Росы на черешне скручиваются листья, чем обработать. Можно воспользоваться препаратами – фитодоктор, стробий, топаз. Эффективный метод – трижды обработать черешни коллоидной серой – 2%. Полезно опрыскивать раствором арганцево-кислого калия, настоем прелого сена. Курчавость – это грибковое заболевание приводит к тому, что на черешне мало листьев. Курчавость возникает вследствие заражения грибом тафрена визнера. Листья приобретают волнистую структуру со вздутиями. Они начинают сворачиваться, морщиниться к краю и загибаться вниз. Нижняя сторона покрывается белым липким налетом. Против заболевания помогают фунгициды – хорус, вектор, скор. Обработку повторяют после снятия урожая. Больные части растения необходимо уничтожать. Мозаичная болезнь Одним из вирусных заболеваний черешни является мозаичная болезнь. Основной признак заражения – желтые полоски вдоль жилок. Скрученные, деформированные листья постепенно темнеют, происходит их отмирание. Обратите внимание, мозаичное заболевание неизлечимо, больное дерево подлежит уничтожению. В избежании возникновения инфекции необходимо приобретать только здоровый посадочный материал. Черная тля у черешни желтеет листья. Что делать? Признаком нападения на черешни у черной тли являются желтизна и скручивание листьев в трубочку, белесый налет, засыхание соцветий, а также обилие муравьев. Простейшие средства борьбы – раствор с 300 грамм. Млай – 10 литров воды, которым на протяжении пяти дней проводят утреннее и вечернее опрыскивание черешни. Химикаты «Искра», «Командор», «Фитоверы» используются строго до начала цветения, во избежание проникновения ядов в плоды. Осенью черешню обрабатывают 5% раствором мочевины. Паутинный клещ Паутинный клещ – это мелкое оранжево-красное насекомое размером до 1 мм, высасывающий сок из нижней части листьев. Листья могут загнуться, приобретают мраморность окраски вместо зеленого оттенка. Пожелтелый лист со временем отмирает. Нужно протирать листовые пластины с обеих сторон инсектицидами, аллатаром, танриком. Можно сделать настой с 200 грамм. Луковой шелухи и 10 литров теплой воды. После 15 часов настаивания добавляют по 10 грамм. Мыла на каждый литр раствора и начинают обрабатывать черешню. Паутинный клещ Листовертка В период распускания почек появляется гусеница листоверки. Она повреждает бутоны, объедает листья. Вредитель развивается в скрученных листьях, скрепленных паутиной. В конце мая или начале июня стволы и штамбы опрыскивают препаратами фуфаноном, кимифосом, карбофосом. Через 2-3 недели после окончания цветения обработку повторяют. Для опрыскивания черешни от вредителей можно воспользоваться народным рецептом картофенного настоя. Ботву 1 кг замачивают в теплой воде 10 литров. Через 5 часов настой процеживают, добавляют измельченное хозяйственное мыло 50 грамм. Закрывающая круглая скобка. Желтизна листьев весной Садоводы могут столкнуться с тем, что желтеют листья на черешне весной. Если пожелтение однородно, без пятен, то причиной может быть обезвоженность растения. В засушливую весну следует внимательно следить за поливом черешни. Побеги и листья черешни могут пожелтеть ранее весной из-за вертицелеза, грибкового заболевания. Еще одним симптомом является выделение комедии. Необходимо опрыскивать черешню фундазолом, не переувлажнять грунт и ограничить порцию азотных удобрений. На заметку, желтизна листьев возникает вследствие активной жизнедеятельности майского жука. Убирать вредителей из почвы приходится вручную. Личинки выглядят как маленькие толстые гусеницы размером от 1,5 до 4 см и хорошо заметны. Цетоспороз часто становится причиной желтого цвета листвы черешни. Листья интенсивно опадают, на коре проявляются трещины, красно-бурые пятна. Происходит отмирание побегов. Для борьбы с цетоспорозом используется медный купороз и обработка поврежденных зон садовым вором. На черешне желтеет и опадают листья в июне. Часто такое явление возникает на излишних щелочных почвах с передозировкой извести навоза. Хлороз становится причиной того, почему листья меняют свой цвет с зеленого на желтый. Требуется подкислить слишком щелочную почву, обеспечить растение солями и железо с помощью опрыскивания 2% раствором железного купороса. Слишком высокий уровень грунтовых вод приводит к кислородному голоданию черешни и снижению выработки хлорофила. Причиной желтизны листиков может быть также дефицит магния азота. Необходимо улучшить питание черешни и восполнить недостаток микроэлементов. Пожелтение листьев может быть следствием нехватки минеральных веществ рекомендации опытных садоводов. Все больные опавшие листья и плоды под садовыми деревьями следует убирать и сжигать. После этого грунт следует тщательно перекапывать. Процедура осуществляется регулярно ранней весной и поздней осенью. Черешни требуется своевременная обрезка. В противном случае вредители зимуют внутри растения, весной активизируются. Важно! В профилактических целях необходимо регулярно опрыскивать плодовые растения и грунт вокруг них фунгицидами, а также препаратами от вредителей. Ранней весной полезно проводить опрыскивание бордоской смесью 3%. Состояние листьев черешни служит верным индикатором ее здоровья. Чтобы успешно содержать черешневый сад, следует внимательно следить за малейшими изменениями и принимать своевременные меры. 0.0 в от артикле ратинг.